добрым утром было чудесное утро во всех отношениях везде все классно погода четкая это последнее утро в этом отпуске в этом отеле а вдруг мы еще поедем фикер знает в общем море как всегда чудесно я думаю сейчас быстренько займем наверно пару лежаков покушаем еще сходить море подержать по загорать последнюю дозу солнце взять и пол первого за нами приедет автобус сейчас где-то часов начала 9 сейчас чем времен достаточно так что хочется сказать заключение отпуск прошел достаточно успешно как бы уже не нужно ожидать от пяти звезд каких-то это супер я не знаю того эффекта вау не было но это например меня меня устраивала жрачка мою семью как бы не очень устроила жрачка тут меня устраивает все в порядке есть куча куча всяких блин ну как сказать косяков которые в принципе есть у каждого 5 звездочного отеля в турции главное что море было нормально солнце было ну и все все в порядке далеко вот я хотят анталии два часа мы ехали все еще раз постараемся взять куда поближе потому что мы устали очень за перелет но два часа задержан был рейс потом перелет потом еще час вы ждали чемоданы в общем все это скапливалась и становилась очень реализовалась это в усталость но в целом все в порядке так еще раз вся вот эта вот дорога от центрального выхода вот здесь центральный выход и еще два выхода есть вот на эту как бы сказать плоскость и вот так вот а проходишь по мосту и он там уже море он там белые стулья внизу это первый снайк бар это как я считаю для тех кто вот здесь около бассейнов вот здесь около бассейнов тут одну зону играет где инфодеск написано потом он там амфитеатр где вечером проходят какие-то какое-то действие и там же внизу второй снайк бар который в принципе для тех кто находится на пляже около моря там же слева есть еще один бар где можно заказать себе напитки кофе или прохладительные напитки пиво потом чуть прямо на самом пляже есть еще один такой как киосок там тоже можно заказать напитки всякие территория нормальная он там на лужайке даже не был он вот в этом направлении там плохо сейчас видно там навес такой есть там две бабушки делают целый день лепешки ну вот вроде как вроде как все все понятно но мы еще успеем отобедать и потом за нами приедет автобус так еще немного побуду на море потом переодеваемся сдаем комнату пообедаем и по 2 у нас за нами приезжает автобус ну по моему чисто если чисто такой основной итог я не могу сказать что плохо но и такого вау не было в общем мне кажется сейчас нужно уже просто понять что пятизвездочный отель это вот именно такой со многими нюансами неприятными со многими косяками мне кажется сейчас уже к этому нужно приходить а может всегда так было я не знаю 5 звезд это вот что у нас было и уже не первый раз ничего такого сверхестественного я не знаю если я нахожу косяки в пятизвездочных отелей то что тогда 4 и 3 звездочные там вообще наверное муть какая-то так еще что насчет туристов я не знаю вот вы приезжаете тут покупайте в магазинах всякое шматье фейковая там громкими названиями но вы же понимаете что это фейки вот таскать потом футболку с крупной надписью гуччи понимая что это фейки вы просто становитесь ходячей рекламой этой фирмы я не знаю для меня как то как как деревня какая то что ли кроссовки тоже там которые за 10 евро там блин но они только якобы подходят а на самом деле там все не так футболки ну да они сейчас научились шить нормально ну это же переходить с большой с большими буквами адидас это это что такое ну просто бесплатно отрабатываете для этой фирмы и ходячую рекламу не знаю я ничего тут не покупаю вообще купил от браслетик вот такой вот так для прикола одну евро он вроде стоило едва я уже не помню кофе небольшую пачечку совсем маленькую потому что я знаю которая кофе беру всегда нормально будет это лучше да не думаю что он тут лучше кофе или чай такой же все блин какие-то еще сувениры я не собираюсь брать в общем сейчас поедем скоро домой уже устали лежать недели нам хватило нет такого чтобы хочется еще остаться до моря море мне понравилось в принципе и были места где было лучше но это я считаю неплохо вот сегодня очень тепло в море вода очень теплая и так кажется короче не знаю мне понравилось море отель в целом понравился могу ли его рекомендовать нужно просто исключить из себя вот это вот что там если пять звезд то за тобой должны бегать убирать там как я видел люди щелкают семечки на пляже просто тут же кидают вообще свинство какое-то но это чисто мое мнение такое так рекомендовать ну с учетом всех нюансов да можно как бы приеду сюда нет далеко ехать сейчас буду стремиться где-нибудь поближе к аэропорту чтобы приехать пораньше поменьше силы срасходовать чтобы приехать не уставшими все таки не такими уставшими приехать в отель как-то наверное все всем отдыхать на море быстрее еще хочу напомнить про интернет в отеле то есть в отеле непосредственно ну около рецепшена есть интернет неплохой а во всех других углах это вообще ну говнище короче не знаю но уже все отели нормальные перешли на на свой хороший интернет и на пляже вот мне не хватало интернета на пляже хотелось там фотки послать или что-то новости посмотреть на пляже а такой возможности не было вот теперь если кто-то едет у кого-то какие-то можно же спрашивать где-то да вот я спрашивал мне вроде одни говорили что был интернет есть интернет на пляже другие нет в общем можно брать не так дорого 20 евро сим-карту в Анталии прямо в аэропорту и там и тогда будет интернет в любой точке так что вот это да вот это не понравилось что нет интернета насчет вечерней развлекаловки вообще ничего не могу сказать потому что это меня интересовало и я бы никогда бы этим не занимался мне эта развлекаловка не нужна а люди людям наверное нужна вот может заниматься там на бананах кататься и на мотоциклах но меня это тоже не интересует мне нужно было теплое море окунуться полежать позагорать что было достигнуто с успехом вот так вот так недалеко совсем в двух шагах от отеля от главного входа есть кладбище но оно в принципе никого не напрягает кладбище проходишь когда идешь в магазинчике магазинчиков тоже хватает чтобы купить это всякое всякое говнище это фейковое магазинчиков хватает на любой вкус и парфюм и шмотки и оба все есть и вот около кладбища постоянно сидит девушка ну турчанка молодая с ребенком и выпрашивать деньги это вообще я считаю это недопустимо и такого быть не должно но в такой хорошей богатой стране как турция мне кажется такого быть не должно это вот это напрягает это меня напрягало а в целом все нормалек и зависит от каждого что ты ну как ты настроишься что будет с кем ты приехал мне кажется вот это многое зависит да еще много очень очень много румынов ну вообще людей с восточной Европы немцев ну вот каникулы только начнутся с понедельника ну вот в эти выходные начинаются каникулы наверняка будет больше немцев а пока очень и очень много румынов они приезжают целыми как сказать таборами целыми кланами там бабушки дедушки родители и ну ведут себя немного шумновато ну для них это привычно как бы меня не напрягало сильно нормально мне пофиг а так их очень и очень много отдыхайте в Турции это хорошо так у нас еще есть полчаса до обеда а потом еще час до автобуса ну вот к 12 мы сдали комнату все тут взял шампусика ну это для приезжих как бы ну и для отъезжих тоже можно перекусить зубочистки в наличии все как надо нормалек чаек холодненький да вот вот это вот это вот вещь классная что там огурчик и лимончик минт нормально сейчас пойду еще кину взгляд туда а вон там море минут 20 назад я там был сейчас уже переодетые с рюкзаком движуха движуха идет классно не нормальная я в целом в целом я довольны как бы все нормалек так последние карты кадры через 10 минут приедет автобусе о небо сегодня вообще безоблачная ну как обычно четко да мы пошли за чемоданами так решилась еще утром 70 килограмм то есть набрал всего лишь килограмм с небольшим вполне допустимо сейчас приступим к тренировкам и все восстановится а а и а а и 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